Шацкий. Наживаясь игра. Слева от нас ворота киевского Динамо. Не очень. Последний матч проводить на Олд Траффорд против знаменитого Манчестер Юнайтед. И похоже, что в нем, возможно, в этом случае тоже нужна будет только победа. Дальний удар Юрия Дмитрулина очень не тот. Посмотрим, в какой форме вернулся в свою команду Максим Шацких. Он участвовал в составе сборной команды Узбекистана в Кубке Азии. В Ливане проходился. Но бегущая команда там не снистала. На самом деле, Кувавров проигрывала и 0.8, и 0.5. Вот опасный момент. Удар. Правда, поднят флаг у Лайнсмена. Мяч-то побывал в сетке. По-моему, это Шацких. Забил. Я решился на финт и потерял сразу все. Рамзи. Файнце. Белькевич бьет в дальний угол ворот Ваттериоса. На всякий случай голландец выбивает мяч за пределы поля, потому что хитрую очень траекторию придал мячу Латин Белькевич. И так сразу даже непонятно было, идет он в створ или нет. Де Йонг. Подключение по правому флангу. Дальний удар нет. Голландцам тоже не хватает. Столь шестудья угловой. Нечего делать в этом участке поля. Да, я думаю, если так продолжит Демитратзе, он заменен просто будет. Сейчас опасный момент. Прострел вдоль ворот. И бдительный Ваттериос забирает мяч у ближней штанги. Тут же пас вперед Теолючиос. Я помню, что он один мяч забил в первой встрече этих команд. Ну а здесь, посмотрите, как красиво было сыграно. Пас с пяткой. Включенная передача. Штрафную. Там Шацких и, по-моему, Гусин находились. Ван Бомбель у мяча. Две минуты, даже уже одна до окончания первого тайма. Удар поворотом. Голл. 1-0. Индховен выходит вперед на 45-й минуте встречи. Варчик просто открывался украинский. Элементарный гол. Даже стыдно должно быть пропускать такие в Лиге Чемпионов, честно говоря. Это второй номер Андре Ойер. Неправильно держал его Александр Хацкевич. Упустил за спину себя Киевском Динамо. Ничья совершенно не устроит киевлян, потому что тогда выход в следующий круг будет из разного фантастики. Бьет головой Димитрат за такой ответ украинский Ойеро. Не так точно и... Не так опасно. В такой равной борьбе, но довольно медленной была игра. Начало получилось веселым, а дальше как-то команда сбавили темп. И после перерыва, я так думаю, что, конечно, получили какие-то указания от Лобановского. Удар поворотом. Лакареоз забирает мяч. Так протыкал его буквально Георгий Дим... Максим Шацких, простите, не Димитратзе. Димитратзе чуть дальше располагался. Не акцентированный удар был скорее, а переправлял он мяч в ближний угол. Довольно опасно получилось. У Ватарево сутки. Вандерверден, пас вперед. Лючус приближается к штрафной. Обыгрывает защитника. Чуть назад передача, но бить неудобно. Вот сейчас, развернувшись, пробил Джон Де Йонг. Правда, заменить его по большому счету неким. Мячев, я думаю, что опыта прежде всего ему не хватить может. Опасно. Удар поворотом. Сосковский на месте. Джон Де Йонг. Белькевич подает. Удар головой. Начинает больше уже походить. Хотя бы на применение отыграться. Демитрадзе. В этом владеет. Гусин. Демитрадзе. Демитрадзе. Подача. Демитрадзе. Можно бить. Демитрадзе. Ну что. Судея не засчитывает гол. И я думаю, что мы опять похоже не увидим повтора. Где и у кого было положение вне игры. Да, у Демитрадзе было. Здесь на повторе это совершенно очевидно. Рамзи. Вот так. Клотность расположения игроков на поле. И здесь просто в этом частоколе ног трудно разобраться. Демитрадзе бьет. Мяч задевает кого-то из защитников. И уходит на угловой. Да, очень хорошую передачу делает Гусин. Ну что. Я думаю, что это вот последний, наверное, был такой. Гусин бьет головой. Мяч опускается на сетку. Сверху. Да и полузащитники сегодня, надо сказать, тоже не блестяще выступают киевлян. Поэтому нужно что-то менять в составе. Для украинского уровня эта команда вполне годится. А вот для европейского, для лиги чемпионов этого маловато. Все, там положение вне игры уже было. А голландцы едва сейчас не удвоили счет. В середине поля теряется мяч. Томик Иван. Пас налево. Рамзи. Удар поворотом. Мяч врезается сюда. Давайте посмотрим, как киевляне используют штрафной. Да. Конрада Плаутца. 1-0. Интховен одерживает победу.